Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме Инвесторов Ютрейд ТВ. Мы начинаем эфир передачи. Альберт Бурага, мастерская трейдера. И судя по напеванию веселой песенки, которую мы услышали перед эфиром, Альберт Бурага, наш коллега из Краснодара, в отличном настроении и готов рассказать нам все хорошие новости. Альберт, приветствуем вас! Доброе утро, коллеги! Доброе утро, друзья! Игорь Николаевич, всех приветствую! Ну что, у нас хороший денек. Сегодня у нас, в принципе, фактически второй день солнечной погоды в Краснодаре, потому что до этого было очень холодно. Настроение поднимается, как уже заметил Игорь Николаевич, ну и, в общем-то, все это вместе еще коррелируется с увеличением депозита. Я думаю, что у вас точно такая же ситуация. Ну а если у вас чуть-чуть, может быть, похуже или вы не знаете, что делать, давайте я вам расскажу сейчас, что происходит на рынке, и ваше настроение тоже поднимется. Я в этом абсолютно уверен. Ну что, включаем демонстрацию рабочего стола и поехали! Давайте, отличный план! Коллеги, ваши вопросы Альберту по рынку в чате можно уже писать. Видим хорошо. Замечательно. Ну что ж, поехали. Начнем мы, как всегда, с валют, ну и потом дальше уже по ситуации пойдем. Так, значит, пара евро-доллар. Да, у нас сегодня есть маленькая заминка. Еще не подгрузились данные на сегодня, но в этом ничего такого критичного нет, потому что мы работаем по вчерашним нашим ордерам, по сделочкам, и все пока идет, в общем-то, в плюс. Поэтому все замечательно. Рынок нам в этом плане помогает. Но, тем не менее, давайте посмотрим с начала недели, что же у нас было и, в общем, на что мы рассчитывали, и что в результате у нас получилось. Так, пара евро-доллар. Значит, недельный уровень, да, на отметочке 1.21.069. В принципе, все отработано. Вчера коснулись отлично, хотя открывались, видим, да, на вот таком расстоянии. Здесь все было, в общем-то, замечательно. Здесь рынок все выполнил, и это говорит о том, что рынок, в принципе, пришел в себя после экспирации. Вообще, по правилам, после экспирации опционов на валютные фьючерсы мы не работаем первый день. Есть такое. Но на этой неделе было исключение, и мы не работали еще второй день, потому что контракты по многим инструментам, в общем-то, продолжали набираться, и рынок был еще в таком повышенном шуме, как это можно сказать. Вот, видите, наборы там 140, 20 по 20, 600 с чем-то там, 86, тысячу с чем-то даже. Это много для евро на самом деле. То есть, вторник мы еще, в принципе, отдыхали, ну, так, тянули долгосрочные сделочки, которые у нас шли там с того месяца, по сути, но новых не открывали. И вот на данный момент по евро у нас что получается? Значит, вчера у нас был полноценный рабочий день, но, тем не менее, именно по евро, по остальным инструментам все было, в принципе, уже нормально. Мы работали по евро, все равно еще наборы набирались, и мы, в общем-то, и по сигналам, и по вот таким визуальным, в общем-то, пониманиям решили не работать по этому инструменту, поставили вот такие вот крестики себе, называемый опционный замок, и, в общем-то, остались в стороне. Ну, и, в общем-то, все было сделано правильно, потому что видим, как цена болтала очень сильно. Вот, да, были попытки там отбиться от сильных объемов месячных, но все равно колебания были слишком большие, мы бы на этом не заработали особо на самом деле. Вот, поэтому евро у нас вчера был под вопросом, сегодня он тоже под вопросом, поэтому мы пока стоим в стороне. Вот, глобально же, если посмотреть дневной график, мы видим, что все-таки мы висим между верхом и низом, по нашей методике, опять-таки, да. Опционный индикатор FOPGOLD находится около нулевой отметочки. Это говорит о том, что, в принципе, ситуация очень хорошая для того, чтобы начать такой глобальный хороший тренд, дневной тренд, ну, а куда, неважно, хоть вверх, хоть вниз, сейчас майкинг находится как раз посерединке. То есть сейчас хороший момент подловить нарчало хорошего тренда. Но сигналов на этой неделе не было, друзья. На той неделе все поотрабатывалось, даже FOP уровни, вот они, видите, да, от которых цена уходила, она все-таки к ним вернулась. Это опять-таки говорит о том, что рынок находится, ну, в нормальном таком управляемом режиме. Вот, никаких задираний цены нет, все в порядке. И это на этой неделе тоже подтвердилось. Так что, как бы, локально вот на сегодня я бы постоял в стороне, по евро ничего бы не делал. Вот, ну, а там дальше посмотрим. Так, теперь давайте опционные зоны глянем по паре евро-доллар, что у нас есть в этом месяце нового и что у нас из долгов тянется с прошлого месяца. Подожмем график и мы увидим с вами, что с прошлого месяца ничего не тянется. Первое отработано, второе тоже отработано. И в этом опционном периоде, на этой неделе, первое тоже, видите, отработано. Все. То есть пока сверху, снизу под вопросом, и мы просто с вами стоим в стороне и ничего не делаем. Понятно, да? Ну, а в прошлом месяце мы отрабатывали аж позапрошлый сценарий, подымаясь снизу. Но я об этом уже говорил, сейчас не буду акцентировать внимание. Так, теперь фунт давайте. Значит, что у нас фунт? Фунт у нас, интересно, сработал на этой неделе. Значит, ну, недельный, кстати, не отработал, поэтому мы все еще ждем на 1.39.29, друзья. Это факт. Дальше, на недельке, где-то во вторник мы в чате обсуждали, что у нас есть сигнал на снижение, причем с хорошим потенциалом хода. Но это долгосрочная сделочка, я сразу скажу, где-то аж до отметочки 1.37.53. Ну, по крайней мере, пока мы туда ждем. Вот, но промежутки еще будет недельный, 1.39.29, тоже его нужно отработать. Вот, был еще сигналчик на снижение вчера. Вот, но мы по нему, я давал рекомендацию заходить по нему только в случае, если цена подскочит выше, обновить вот эти вот все хайи, тогда уже вниз. Ну, цена не подскочила, мы по нему не зашли, но, с другой стороны, у нас есть одна сделочка от вторника, которую мы держим в продажу, и пока мы сейчас находимся в плюсе примерно 90 пунктов. Тоже очень-очень неплохо, друзья. Вот, так, что у нас тут еще? Ну, пока уже где бы все, дальше смотрим. То есть, на сегодня что, сигналов на сегодня нет, поэтому одну сделочку мы держим в продажу. Если в случае флэт затянется, и мы вернемся, скажем, наверх, вполне может быть такое, да, тут у нас есть еще к этому предпосылке, если мы вернемся, да, можно будет, в принципе, перезайти по вот этому сигналу еще раз, кто не успел запрыгнуть, и опять-таки держать до красных балансовых уровней, туда вниз, долгосрочную сделку. То есть, сейчас по фунту вполне можем попасть на широкий флэт, как я уже говорил. В этой области, возле границ канала хеджеров, очень часто бывают такие широкие флэты, которые мы с вами наблюдали. Ну, в остальном пока вроде бы все нормально. Вот так. Дальше смотрим опционные зоны. Что же у нас есть по фунту? Две опционные зоны, да, у нас есть. Кангса с начала недели, первая еще пока не отработана, ко второй пытаемся подойти, да, вот к этой второй зоне. Ну, почти подошли, 1,4, да, вот 1,3917, вот сюда надо будет тоже спуститься. Ну, опять-таки, это все говорит о снижении, да, то есть, наши основные индикаторы локальные говорят, что мы будем идти вниз. И вот опционные зоны, тоже заложенные трейдерами в начале опционного периода, которые будут, скорее всего, соблюдаться в течение месяца, они говорят, что да, мы должны будем с вами идти вниз. Так что здесь пока все отлично, все в одну дудку, как говорится. Так, пара австралиец. Значит, австралиец, доллар. Что на этой неделе? Неделька отработана. Вчера мы коснулись, хорошо. Так, значит, у нас сигналов никаких не было. Вчера у нас был, кстати, запрет на торговлю. Была такая тема, потому что был перекос. Цена открылась выше верхнего баланса уровня. Это крайне редкий случай, прям такой вот крайне редкий. И, как правило, мы ставим запрет на торговлю. Все, то есть, по австралиице на этой неделе ничего не было. Неделька отработали, на сегодня сигналов нет. Все, отлично. Дальше будем с вами наблюдать и смотреть, куда что пойдет. На той неделе у нас было много хороших сигналов. Мы все позакрывали по стрелочкам. Тут все в порядке. Но на этой неделе нет. Все понятно, да? Хорошо. Так, опционные зоны по австралийцу. Давайте посмотрим. Ну что, австралийца опционная зона. Одна единственная, и мы к ней пришли. Видите, вот кто владеет опционными зонами, тот мог спокойно на этой моменте, встав в понедельник в продажу фактически, заработать уже на этом снижении. Все. Итак, одна опционная зона есть. Она, в общем-то, отработана. Все в порядке, никаких вот здесь вопросов нет. Хорошо, идем дальше. Так, канадец отлично отработал на этой неделе. Но не совсем все. Давайте посмотрим, что осталось. Так, значит, с прошлой недели у нас есть должок на вот эту отметочку. Сейчас я вам поставлю сюда ценовую метку, чтобы вы понимали. 1.22.37. Это долг по пробитому балансовому уровню. Есть такой. Хорошо, дальше. Значит, вчера у нас был сигнальчик на снижение. Мы на нем, по нему зашли спокойненько. И дойдя до нижнего балансового уровня, по правилам закрыли сделочку и развернулись, и стоим сейчас в покупку. Первая цель – это недельный уровень. 1.22.03. И вторая цель у нас пока – это 1.22.37. Все здорово, все здорово. Отлично. Все. Здесь все понятно. Поэтому, кто вчера зашел, по нашим рекомендациям, в чате все это вчера мусулили в хвосте в гриву в режиме реалтайма. Так что молодцы. Кто стоит, кто-то заработал. И на снижении 60-70, и вот сейчас уже на росте 85 динамики. А так, в принципе, можем взять даже, я думаю, больше. По правилам мы должны взять где-то 215 пунктов. По правилам. Вот. Ну, посмотрим дальше, как будет двигаться цена. Все. То есть пока восходящий тренд. Вот сегодня по канадцу прям все на рост. 1.22.037. Но, друзья, это не означает, еще раз говорю, знаю, что будут вопросы, разворачивается ли канадец. Нет, друзья. Нет пока никаких предпосылок на глобальный разворот. То есть если мы посмотрим сейчас вот дневной график, да, да, у нас есть перекос по опционному индикатору, у нас есть стрелочка, вот видите, розовая, да, которая говорит вот как минимум о неком двух-трехдневном движении в противоположную сторону, в коррекцию, да. Вот, соответственно, мы, скорее всего, добежим до недельного уровня. Но вот быстро ли мы пойдем дальше вверх, пока никаких нет прогнозов. Мы вполне можем здесь черкануть и потом уйти в широкий-широкий флэт. И потом, может, только наверх. То есть вот такой сценарий. То есть это еще не глобальный разворот, да. Хотя, как мы с вами знаем, даже недельные тренды, которые идут по полгода, там, по году, всегда начинаются с одного тика, да, знаем. Поэтому, кто его знает, может быть, вот здесь вчера мы увидели этот первый тик разворота. Все может быть. Но давайте не будем, как говорится, обнадеживать себя. В этом нет никакого смысла. Так, понятно. Дальше двигаемся. Так, канадец, опционные зоны. Да, вот еще нам под спорь. Опционные зоны говорят. И трейдеры на бирже заложили вот такие интересные отметочки. 1.24.91 и перед ним 1.22.53. То есть вот так, вот так мы медленно будем к ним корячиться, будем идти на вот эти отметочки. Все достаточно просто. Но это, как говорится, еще раз говорю, на данный момент. Если вдруг эти опционные зоны в какой-то день не закроют. Ну, а если их закроют, мы тогда уже будем с вами видеть, что, да, скорее всего, тренд будет меняться. Но это потом. То есть пока же для себя отметь 1.22.53, 1.24.19. То есть вот с потенциалом входа в 350 пунктов можно спокойно, в общем-то, становиться при сигнале, да, нормальном. И там дальше работать. Ну, вот такой расклад, друзья. Так, франк. Значит, по франку мы в понедельник, друзья, закрывали очень хорошую сделочку. Я прямо даже сейчас покажу ее. Это был долгосрок, я ее выкладывал уже многократно. У нас был вход долгосрочный, вот на этом уровне, 0.93.70. Некоторые даже ребята в чате умудрились еще вот тут верхушечку взять, тоже молодцы. 25 марта, заметьте, 25 марта вход на продажу долгосрочный. И вот мы его закрывали в понедельник по правилам. И вдогонку у нас был еще один сигнальчик, вот здесь по страйку. Я тоже его много раз в чате говорил о нем и в эфирах. Тоже его здесь закрывали. Итого мы здесь получили долгосрочный сценарий у нас, да. 350 пунктов. Одна сделочка и вторая примерно 178. Все, в режиме реал тайма мы, ребята, с вами эту сделочку закрыли. Поэтому я больше не буду говорить, что по франку мы стоим в продаже, друзья. Все. То есть мы здесь спокойно уже все отработали. То есть верхушечки здесь мы встали в продажу и мы закрылись. Точно так же, как мы тогда с вами еще перед Новым годом стояли в покупку, вот примерно до этих уровней. Хорошие долгосрочные сделки. Франк достаточно неплохо работает именно на долгосрок. Вот работа его, скажем так, внутри дня вызывает больше вопросов, чем ответов. Но вот работа на долгосрок мне очень нравится. Прям очень-очень хорошо работает. Так что всех, кто работает по нашей системе, поздравляю, друзья. Вот, как я говорю всегда, такие сделки нас и кормят трейдеры. Хорошие, долгосрочные. Встали, постояли пару месяцев, закрыли с плюсом. Замечательно. Так, дальше. Значит, на этой неделе ничего интересного не было. Неделька отработана 0.9057. Все в порядке. Вот, я думаю, что мы еще немножечко поскочим выше. Есть ожидание увидеть на красном балансовом уровне. Вот здесь вот цену, я думаю, подрастем еще немножко. И где-то там уже начнем потом искать какие-то входы. Но пока ничего нет. Так что пока стоим в стороне и наслаждаемся полученной прибылью. Так, дальше смотрим. Опционные зоны по франку. Ох, как их тут сплющило. Сейчас, секунду, настрою. Коллеги. Так, ага, ну вот. Так, опционная зона по франку. В принципе, одна. Все. И она уже отработана. Видите, мы ее сегодня коснулись. Открывались под ней, сходили. Все, отлично. Должок позапрошлого месяца 0.89, друзья. Сейчас вот прям в эфире говорю, что мы его тоже отработали. Не надо мне говорить, что мы здесь чуть-чуть не добежали. На самом деле, по правилам мы добежали. Потому что, если вы возьмете цель, возьмете максимальное отклонение 550 пунктов по четвертому знаку и недолет в 10%, вот вы его получаете. Идеально 55 пунктов по четвертому знаку. Так что, отлично. Все, здесь тоже все закрылось. Новых опционных зон я пока не нашел. Да, так что все отлично. Смотрим дальше. Так, иена. Ну что, иена у нас? Значит, в прошлом месяце там все было нормально. На этой недельке, значит, недельный уровень отработали сразу. Причем пилили его многократно. Чем вызывали большие удивления у нас в чате. Ну, это ладно. Дальше, значит, у нас был вчера вход на продажу от верхнего балансового уровня с потенциалом хода примерно, давайте я вам сейчас скажу. Ну, как я говорю просто примерно, на самом деле он вычисляется точно по нашей методичке. Где-то 100 пунктов. Примерно так. Ну, можно вычислить точно достаточно. Дальше. Сегодня, конечно, нужно его подкорректировать, но мы данные не получили. Мы пока не знаем, где у нас балансовый уровень. Ну, подкорректируем, там дальше будет понятно. Вот. Вчера также были большие достаточно наборы паений. Вот здесь мы видим, да, той же. Вот. Но сигналов на работу не было, кроме отбоя от верхнего балансового уровня, где мы как раз сейчас стали, как положено, обычным рабочим лотом, не уменьшенным, работаем согласно системе. Вот. Так что вот такой расклад у нас паения. Ну, хорошо. Куда пойдет, там дальше будет видно. Сейчас пока гадать не будем. Для этого нет никаких оснований. Так. Опционные зоны паения. Да, есть. Опционная зона одна. Одна отработана. Здесь ничего нет. Нет, здесь тоже ничего нет. Долгов с прошлого месяца тоже у нас нет. Там, по сути, была одна опционная зона. Цена сначала сходила, добила долг прошлой 108-209, отклонялась и потом возвращалась. Все. Здесь тоже все хорошо. Так что пока опционные зоны нам мало интересны, на самом деле. Единственное, где не нам интересны, по-моему, это по канадцу. Да, вот вверху. И все, наверное, да. Сейчас пробегу секунду. Да. А, ну фунт еще, да, спустится. Вот фунт тут немножко вниз, канадец, вверх. И, наверное, все пока. Ладно. Ну, а дальше наблюдаем. Еще раз напоминаю, что опционные зоны – это все-таки среднесрочный, долгосрочный такой индикатор. Вот здесь не нужно прям так сломя голову сразу вваливаться в сделку. У вас всегда будет там как минимум несколько часов, а то и сутки на принятие решения. Чем, кстати, и удобна эта система для тех, кто работает. Не может быть постоянно возле рынка. И для них, в общем-то, это важно. Так, металлы пойдемте пробежимся. Золото. Ну, есть у нас долги внизу, друзья. Ну, честно скажу. Сейчас пока о них говорить не буду, где там чего. Я уже об этом говорил. То есть все-таки флет с уклоном вниз я жду. Очень нужно, очень нужно. Тем более, что когда вот здесь у нас был такой полет шмеля, да, выше. В принципе, вот это вот все движение вот в этой области, ну, как бы вот не вкладывалось в те рамки, которые мы с коллегами видели по нашим опционным методикам. Вот. И когда был вот этот уже полет, мы на следующий день уже увидели действительно, что трейдеры такого не ожидали. Здесь все позакладывали, железобетонно со всех сторон, и ушли на выходные подумать. Но когда уже подумали, пришли, оказалось, что и неделька внизу. Вот мы сейчас ее отработали, отлично, 18-13, и все-таки надо бы нам еще скатиться вниз. Там может быть и до красного баланса уровня, а то еще ниже. Все-таки цели у нас там есть, друзья. Вот такой расклад получается. Так, дальше серебро. Посмотрим. Ну, серебро, как всегда, коррелирует с золотом, но более медленно, так нехотя. Ну, тоже видим, да, снижение, тоже видим все, что здесь было. Вот, тоже недельный уровень отработан. Вот оно на 26.97 все есть. Ну, долгов у него внизу нет. Насколько я помню, нет там долгов. Вот просто он сейчас будет коррелироваться с золотом, сползать вниз. Поэтому, если у вас есть там какие-то ваши стратегии, да, по серебру, ну, пожалуйста, вниз. Вообще серебро даже, оно мне иногда кажется, иногда, что оно четче отрабатывает, чем золото. Вот я так смотрел, присматривался. У него меньше волатильность, у него больше реакция на месячные объемы на сильные уровни. Лучше реакция, видите, даже перед большим полетом вот этой свечой все равно уткнулся в большой месячный объем. Тут прыгал, 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 прыгал. Можно было уже раз 15 зайти и выйти с прибылью. И потом только полетел. Вот это мне очень нравится. То есть здесь внутри дня можно, в принципе, неплохо заработать на нем. Вот так, натуральный газ давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ну что, цены не падают пока на натуральный газ. Европа пока не расстается с нашим газом, несмотря на все заявления. Ну, дальше что у нас? Смотрим, в принципе, глобально, если посмотреть глобально. С одной стороны, цена, в принципе, уже находится в той зоне, где можно рассматривать хорошие варианты на падение. Но опционный индикатор нам пока не говорит, что есть перегрев. То есть это означает, что теоретически есть хороший запас хода вверх еще. Есть. Это нужно учитывать. То есть после вот этого длительного флета мы можем еще немножко подскочить. Ну и потом там уже будем ловить глобально вниз. Вот так вот. Ну а на недельке все у него нормально. В принципе, флэт тут ничего не взять. Недельный отработан. Никаких особых тут касаний у нас не было. К чему можно прицепиться? Так что пока... Ну, кто торгует, ребята, у вас пока флэт. Кто не торгует, стойте, смотрите, что получается. Вот такой расклад. Так, DoubleTi давайте посмотрим. Что же у нас? Флэт, да? Флэт. Так, значит, во-первых, уровень 131 по FIBA на отметке 67.31. Рекомендую всем здесь поставить отложенный ордер, я уже говорил. И уменьшенным лотом... Вот у вас есть рабочий лот, да, которым вы обычно работаете. Делите его пополам и ставите здесь отложенник. Все. Хороший будет потенциал хода, если мы туда подпрыгнем, да. То есть была попытка раз подпрыгнуть, не дали вторая. То есть здесь хороший уровень на самом деле лежит на 67.30. Видите, его дважды, причем на дневном графике даже пытаются пробить, не получается. Поэтому если будет какой-то новостной подскок, там захотят снять стопы, как всегда у трейдеров, здесь мы будем заходить. Вот такой расклад. Сейчас пока же флэт. Я не вижу никаких предпосылок на то, чтобы куда-то что-то двигалось на самом деле. Потому что недельные все поотрабатывали, здесь все в порядке. И да, мы находимся сейчас за границей канала хеджеров. Да, эта зона не совсем как бы комфортная. Но с другой стороны, до опционной экспирации у нас еще пара недель, и мы можем гулять хоть вверх, хоть вниз, там, конем, сколько угодно. Без проблем. Вот, поэтому все, что я пока вижу и вам рекомендую, поставьте отложенник на 67.30. Примерно где-то здесь. И маленьким лотом там стоять, ждать. Так, американские индексы, давайте глянем, какие у нас там были ожидания. Были хорошие полеты на прошлой неделе, на этой неделе тоже были движения. Вот обсуждали мы эти варианты. И что у нас есть, давайте сейчас посмотрим непосредственно. Так, значит, S&P 500, то есть где мы ждем S&P 500? Я об этом уже 100 тысяч раз говорил, еще раз скажу. На 4 тысячи. Почему на 4 тысячи? Ну, потому что неделька А не отработана. Б, здесь у нас была попытка, но она не состоялась, зацепить балансовый уровень. И после чего, видите, была вот такая как бы линия, после чего ее сильно отодвинули вверх и потом пошли-пошли прыгать. То есть здесь есть некие интересы трейдеров, которые были заложены. Вот тут нужно смотреть, просто это знать. Поэтому сюда нужно прийти, цене. Здесь, в общем-то, забрать свои деньги. Трейдеры там все поснимают в нуле. Ну, ноль это не минус, как вы понимаете. А вот, пересидев все это движение, они это все могут позволить, в отличие от нас, простых работников рынка. Все придут сюда, закроют. Плюс здесь же горинец канала хеджеров. Тоже нужно ее, в общем-то, коснуться, потрогать. В принципе, уже потрогали. Все, то есть рынок разрядился. То есть маятник, да, пришел, скажем так, в некое равновесие. Приходит, еще не пришел. Вот, ну и дальше будем смотреть. Хотя, конечно же, в идеале бы, в идеале бы, конечно бы, свалиться бы еще ниже. Но я думаю, что следующая экспирация нам покажет, куда они хотят свалиться. Пока у нас этого нет. Ожидание, да. То есть пока 4 тысячи, давайте, там дальше будет видно. Вот, ну и кто, в общем-то, умудрился запрыгнуть от баланса уровня здесь и здесь, да, молодцы. Поздравляю, вы, в принципе, уже в плюсе. Здорово, да? Да. Все. Так, дальше. NASDAQ. Ну, та же самая картина, то есть куда мы ждали. Я об этом уже тоже говорил много раз. И мы туда пришли. Вот отметочка. Неотработанный балансовый уровень. Опять-таки скопление, простите, неотработанный недельный уровень. Скопление балансовых, видите, вот после которого был прорыв, и они пошли резко дальше. Все, вот сюда нужно было прийти. Отлично. Здесь, видите, пофлетили. На этом уровне денежки здесь закрылись. Кому нужно было, сняли. Ну, и пришли также на красный балансовый уровень. Это хорошо. То есть сейчас майдинг потихонечку уже идет даже в другую сторону. Ну, чтобы и дальше, давайте посмотрим. В любом случае, молодцы, кто работали на отскок здесь от балансовых, вы уже в плюсе. Кто работал здесь от балансовых в плюсе, тоже уже отлично. Единственное, что еще раз напоминаю, что фонда, хоть американская там, хоть наша, хоть азиатская, хоть там, я не знаю какая, долго все это дело мурыжат, долго отрабатывают. То есть все эти сигнальчики, да, которые на Форексе идут как там по часам фактически, да, там туда-сюда, быстренько-быстренько все это бегает. Если вот только успевая ордера выставлять на фонде, все это очень-очень медленно. Ну, а так в целом, видите, все замечательно. Все здорово. И Dow Jones. Ну, что сказать, то же самое. Зацепились за балансовый, ушли вниз и пришли на красный балансовый уровень. Все. По нему, кстати, долгов тут нигде нет. Тут все поотработано. Здесь неделька, здесь, в принципе, да, ну, все. Поэтому, ну, пойдет дальше вниз, хорошо. Пока я не вижу здесь долгов внизу. Их здесь нет, на самом деле. То есть у Dow Jones, как раз таки, все медленно-медленно, так вот, пока полз, 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 червячком, тут все-все отрабатывал. Все. И даже текущий, видите, вот тоже недельный он отработал. То есть, в принципе, у нас есть еще четверг-пятница, мы вполне можем идти проваливаться вниз и ни в чем себе не отказывать. Потом, может быть, там на коррекцию и дальше вниз. Если это будет нужно. Если, да, давайте так. Вот, а так здесь все, в принципе, нормально отработалось. Ну, вот такой расклад у нас получился по индексам, да? Хорошо. Так, впереди у нас российский рынок. Давайте посмотрим, что у нас по российскому рынку. Вот, по российскому рынку данные у нас сегодня пришли. Все замечательно, все почитано. Но, что хочу сказать. Значит, я сегодня посмотрел таблицу ФОП по сигналам направления тренда. Это то, что я вот смотрю по вот этим стрелочкам. Вот, вы видите, да? Вот, и чему я учу ребят и девчат, как это считать. Значит, сегодня ничего нет. И причем нет уже фактически с начала недели. Сегодня четверг у нас. Очень вялый российский рынок на этой неделе. Очень вялый российский рынок. Да, он отрабатывает балансы уровня. Но вот прям, чтобы увидеть какой-то тренд, да, какой-то вот такой хороший сигнальчик, там, нет пока. Пока ничего нет. Поэтому флэт в пределах последнего движения. То есть, если у нас есть вот хай, вот у нас лоу, да, ну, скажем, не лоу, а, скажем, уровень последнего движения, соответственно, мы вот здесь и будем работать. Сейчас, наверное, прибежим на красный балансовый уровень и здесь пока зависим до выходных. Это как обычно бывает. Вот тут два дня постояли, да, потом только дернулись. Поэтому я по индексу РТС вижу пока как бы спуск до красного балансового уровня. И здесь уже будем парковаться на выходные. Так, а дальше Газпром. Ну что, Газпром хорошо, в принципе, пилит балансовые уровни. Мы раз заходили, закрывались плюсом, два заходили, пока еще не закрылись, но держим, да, ордерок. Все отлично. Ну и последний сигнал на бай, который у нас был по нашей табличке. Вот, мы с ребятами посчитали его. Он получился у нас, ну, тоже отработался. Так что здесь все хорошо. Вообще, как бы за последний месяц Газпром нам дает неплохо заработать. Был один отскок, да, в плюс закрыли. Второй отскок, в плюс закрыли. Сигнал бай трендовый. И еще раз тут, ну, в общем, было неплохо сделок. Вот, обычно бывает меньше. Так что сегодня вот мы стоим на балансовом уровне и отскок вниз пока ожидаем, ну, как минимум, до 24.16 вот сюда. Так, Сбер. Что у нас по Сберу? Смотрим. Значит, Сберу надо вернуться на 29.52. 29.95, простите, 29. Вот сюда, на границ куналах хеджеров, на долговой уровень, ну, как бы, пора. Поэтому, кто работал на отскок от балансовых уровней, друзья, молодцы. Пока держите позицию, ну, как минимум до этого балансового уровня. 29.95. А то, может быть, вполне и до красного. 290. Вполне может быть сюда. То есть нужно будет сюда откорректироваться, скорее всего, в цене. Ну, а дальше, я так предполагаю, что это уже будет на следующей неделе. Трейдеры уже более-менее, надеюсь, определятся с направлением. И мы это все в нашей опционной таблице увидим. Так, дальше. Сишка. Сишка порадовала. Здесь все хорошо тоже, кстати, как ни странно. Пробитый балансовый мы отработали. Цена, видите, идеально к нему подошла. Прямо шпилечкой. Кто становился на отскок от нижнего балансового уровня, закрылись с плюсом. Кто еще раз становился от нижнего балансового уровня, закрылись с плюсом. Отлично. Дальше смотрим. Сегодня, честно говоря, вот очень близко балансовый уровень. И красный, и вот нижний балансовый. Не совсем мне это нравится, потому что там что стоп-лосс, что тейк-профит находятся в пределах движения одной часовой свечи. Я такие вещи не люблю, друзья. Поэтому я бы, например, рекомендовал сегодня пропустить вот этот паттерн. Даже если мы сюда придем, не заходить. Но вот если мы провалимся ниже и вот в районе уже, скажем так, стоп-лосса, вот тут зайти на покупку, потому что там стоп-лосс сами поставьте, но он будет уже минимальный. А профит у вас будет там в разы больше. Это всегда приятно. Вот, а так, прям чисто по паттерну я бы не рекомендовал сегодня работать. Слишком близко. Но это, опять-таки, мои уже просто наблюдения. Так, нефть. Смотрим. Марки Brent. Но она коррелируется с WTI. Пока тоже вот в этом флете мы прыгаем. Скорее всего, придем на красный балансовый уровень, как мы уже вот подходили. Раз, два, три. Немножко не долетали, но не суть важна. Придем и здесь немножечко поболтаемся. Вот такой расклад получается, я думаю, по нефти. Ну, все, да. По нефти тоже не было никаких трендовых направлений. Все, что было у нас в последние разы, да. В принципе, вот Баевый отработан. Баевый под вопросом был, но тоже, считайте, отработан. Ну, вот так. Все, больше пока ничего у нас здесь нет. Так, хорошо. По российскому рынку тоже рассказал. Значит, еще есть... Еще есть... Игорь Николаевич, у меня есть еще пара минут? Скажите, пожалуйста. Есть интересные темы. Хорошо. Смотрите, мы как-то разговаривали уже насчет биткоина, да? Помните? Индикаторы и все остальное. Да-да-да, конечно. Вот. Я хочу показать сейчас, как бы вот презентовать. Но вкратце, это не презентация. Просто пока вкратце покажу, что в принципе вот нам с программистом удалось создать индикатор на основе опционных контрактов на бирже CME, которую мы брали, считали. Так. Вот. Значит, последние два месяца стала картина вырисовываться, Игорь Николаевич. Стала гораздо лучше. То есть до этого, я вам помните, говорил, что очень далеко стоят контракты. Сложно пока что-то говорить. Но вот два последних месяца стало гораздо-гораздо лучше. Поэтому я, в принципе, подумал, почему бы нет. Давайте мы на Этроэ ТВ и пока здесь, да? Вот. Попробуем присмотреться к биткоину с точки зрения вот наших опционных тактик. Как вы назвали этот индикатор? Пока никак, честно скажу. Пока просто мы еще в поиске. Вот. Может быть, и благодаря слушать Амитроэ ТВ мы этот поиск ускорим. Будем вместе смотреть, разбираться. Вот. И что-то корректировать, улучшать и так далее. Вот. Пока названия нет. Просто... Прямоусловно создан индикатор для торговли биткоином. Правильно? Да. Все правильно. Да. Все правильно. Вот. Вкратце скажу следующее. Значит, из чего он состоит? Он состоит из как минимум трех индикаторов. То есть здесь есть знакомые вам балансовые уровни. Коричневые, да? Верхние и нижние. Вот. По которым он работает. Кстати, работает неплохо. Отбои все, я смотрю, так соблюдаются. Но если пробил, тут же возвращается. Видите? Все это работает. Дальше. Есть у нас еще так называемый недельный уровень, который мы сюда тоже перетащили с Форекса. Вот он красный, пунктирный. Видите его? Тоже, в принципе, цена старается его трогать. В течение недели. То есть пока наблюдаем, что реакция есть. А следовательно, можно уже присматриваться. Вот. И здесь также есть, вы видите, вот такие вот области, которые сверху над ценой, они вот голубенькие, а снизу вот такие вот малиновые, да? Это области, которые мы раньше никогда не использовали, впервые применяем именно на биткоине. Вот этот индикатор третий. Это области скоплений. Но не прямых скоплений контрактов на страйках, как вы это можете положить, а пропущены через мою формулу, которая косвенно указывает эти скопления. То есть не в чистом виде. Вот. И здесь очень хорошо мы видим работу именно цены в текущем дне. То есть, если, допустим, мы берем вот день, да? Вот этот мы день взяли с вами. То мы видим, что у нас есть сверху скопления. Их может быть несколько, они могут быть мелкие, они могут быть вот такие вот широкие, да? То есть там, смотри, какие интересы у трейдеров. И цена, если она подходит к этим уровням, она начинает задерживаться, она начинает флетить и даже вплоть до разворота. Видите? То есть мы вот здесь развернулись, мы пришли здесь, развернулись. Вот в этом, допустим, дне не было никаких скоплений. То есть здесь трейдеры ничего не ожидали. Видите? Вот в этом дне. В следующем дне, опять-таки, вот цена подошла к этому скоплению. Ну, плюс балансовый уровень еще. И выше не пустили. И пошли ниже. Причем, если бы, допустим, был какой-то новостной фон и резко бы нас пробивало вверх, то трейдеры заложили еще одну, видите, вот такую вот подушечку, или как мы их называем, облака. Облака скоплений контрактов. Вот здесь можно было бы ловить следующий разворот. А вот в промежутке здесь ничего интересного не было. Пару дней назад, вот видите, опять-таки открытие. Вот есть тоже облако, пусть даже не сильно, но тем не менее цена на него, видите, реагирует. Вчера цена никуда не пришла. Это вчерашние наши, видите, вот облака. Ну, не пришла и не пришла, ничего страшного нет. Сегодня, к сожалению, данных пока у нас нет. Вот, поэтому мы не знаем, где у нас тут облака нарисованы. Ну, вот так получилось сегодня с индикацией. Ладно, не страшно. Вот, то есть сейчас мы наблюдаем реакцию на вот эти три, как бы, встроенных индикатора и смотрим, как биткоин на них реагирует. В целом, допустим, если мы возьмем последние 2-3 недели, мы видим очень-очень неплохую реакцию. То есть вот здесь у нас было, да, вот отскок 1. Дальше вот здесь мы видим, да, с вами смотрели отскок 2. Вот здесь у нас 3, видите, да, вот он 4 пошел, да, вот он 5. То есть, в принципе, вот реакция очень-очень неплохая. На эти облака, на скопление биткоин очень неплохо реагирует. Вот, если бы сегодня были бы данные, да, я бы, конечно, выставил бы вам тоже облака, показал бы, где они находятся, и мы могли бы с вами понаблюдать дальше. Но сегодня, к сожалению, пока нет данных. Может быть, чуть позже выйдут. Вот такой расклад. Индикатор пока работает на МТ-5 платформе, мы пока тестируем. В общий доступ я его еще не дал. Пока мы смотрим там с ребятами, с группой небольшой. Так что, в принципе, в общем, я могу сказать, что да, индикатор запустили, он работает. И реакция на те уровни, которые нам уже знакомы, и на новые я сейчас наблюдаю. Так что смотрим дальше и работаем. Вот такая презентация коротенькая. Я понял. МТ-5, вот, его можно будет поставить. Я думаю, что мы, скорее всего, так сделаем. Вот, обратившись там ко мне, да, или как-то еще, можно будет получить доступ, да, по номеру торгового счета. Вот по вот этому номеру я обычно привязываю все индикаторы. То есть там брокер будет не важен, тип счета не важен, просто платформа МТ-5, и вот номер там мне присылайте, я буду подключать. Я думаю, что в течение какого-то времени мы этот вопрос решим, и можно будет взять его, потестировать. И, разумеется, принимаются все ваши рекомендации. Друзья, коллеги, без проблем давайте вот запустим его в работу. Вот, то есть последние два месяца я смотрю, что все пошло как бы нормально. Ну и пусть так дальше будет. Будем с вами работать. Я понял вас. Спасибо, Альберт, вам за вашу презентацию. Вот, у меня сразу вопрос. Давайте, если у вас все, давайте остановим. У меня вопрос. Почему Метатрейдер пятый? Вы уже все, переходите свои деятельности на пятерку окончательно? Нет, Игорь Николаевич, на самом деле я не перехожу на пятерку. Просто сейчас индикатор написан программистом под МТ-5 платформой, ему так удобно было. Вот, я попробую как бы сагитировать его на МТ-4, сделать дубликат. Вот, просто на этом нужно время. А МТ-5 мы можем запустить, в принципе, в течение недели уже. Ну, просто оформить там кабинет, да, там для клиентов и так далее, чтобы они могли заходить, подключаться. Вот, по-быстрому это сделать. Вот, а МТ-4, конечно же, должен быть обязательно. Потому что многие сидят на МТ-4. Да, я сам сижу на МТ-4, как ни странно. Нет, нет, многие, поэтому я как бы уточнил, что, так сказать, почему именно МТ-5. Думал, какое-то принципиальное решение или еще что-то. Понял, понял. Хорошо, спасибо большое. Альберт, как финансовый результат за прошедшую неделю? Сами всем довольны? Я доволен. Как я уже говорил, хоть мы понедельник и вторник, в принципе, не работали, по большому счету, но среда-четверг мы взяли неплохо. То есть мы сейчас фунт у нас в динамике в плюсе. Канадец, у нас была одна сделка в плюсе, вторая в динамике в плюсе. Франк мы закрыли, я вам показал долгосрочную сделку в понедельник. Там мы взяли два олера, три стопом 50 и 150, да. Прям замечательно. Долго мы ее ждали, муссолили, но мы ее взяли все-таки. Поэтому это тоже считается результат недели текущей. Вот, ну, в принципе, да. Да, хорошо неделя прошла. Отлично. Здорово, здорово. Это всегда радует, когда результаты радуют самого трейдера. Альберт, спасибо вам большое за ваш обзор, за презентацию индикатора по работе с биткоином. Я очень рад это слышать. Тем более, я смотрю, что биткоин все-таки захватывает, захватывает рынок. Уж какие были оппоненты биткоина. Андрей Малевич, вы... Андрей вчера презентовал новую систему торговли биткоином. У него появился крупный инвестор. Ну, он официально об этом сказал, пока я могу повторить. Крупный инвестор. И он сейчас под биткоин прямо адресно затачивает несколько систем. Ну, вот одну из них он вчера презентовал. Мы прямо сделали тоже такой текст об этом. Ну, и вот ваша презентация сегодняшняя показывает друзьям, что биткоин захватывает мир. Вот такие дела. Спасибо еще раз, Андрей. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо, коллеги. Всего доброго. Спасибо. До свидания.